У нас постоянное режим, неблагоприятные метеоусловия. Режим черного неба, он для нашей республики, он не характерен. Зимой было 144 ПДК бензопиренов. Вот даже у маленького, у меня мальчика, да, ребенка, когда утром, ну, процедуру делает, там, носу вообще сажа бывает. Человечек вот на этой картинке в респираторе, это значит, что на улице лучше не находиться. У меня неба вообще нет. Принято считать, что понятие «черное небо» родилось в Красноярске, именно в Красноярске в районе 2014 года. И это чисто красноярское явление. Но жалобы на воздух и людские протесты доносятся и из других сибирских городов. Чтобы понять, есть ли общая причина и, главное, общее лекарство, мы решили проехаться по этим городам. Это Кызыл. Сейчас на улице минус 20 градусов, довольно холодно, сильного ветра нет. И вот это тоже, в общем-то, черное, настоящее черное небо. Потому что вот там все светло и ярко, а вот здесь черное небо. Первый наш собеседник в Туве – это Ольга Кальная, научный сотрудник одного из немногих местных институтов. По ее словам, сейчас в городе еще не самый смог. О его причинах особых сомнений не возникает. Дело в угле. Примерно половина населения Кызылы живет в частном секторе. У нас постоянное режиме, благородные метеоусловия. Это вам повезло. Вот приехали вчера, позавчера, тут дул ветерок и так далее и тому подобное. А вообще, я вам скажу, все, у нас не видно вот эту гору, когда у нас сажа лежит, вот эту гору или Ленингора мы ее называем, или Дагея, все ее просто не видно. У нас жирные сажные угли. Не будем вдаваться в химические подробности, химический состав. Это коксующиеся угли. И когда мы ими топим печи, и даже когда ТЭЦ тоже использует этот уголь, неполное сгорание. Образуется очень много сажи. У жителей Кызылы из-за постоянной угольной сажи в воздухе появились собственные лайфхаки и привычки. Правда у вас одежда в основном черную вы покупаете? Младшей дочке мы купили комбинезон светлого цвета. Каждую неделю стираем. Ну, потому что ребенок везде лазит, везде марается. А ребенку хочется, чтобы она в светлом ходила, а не в черном. Ну, это типа от сажи спасает, чтобы другую комнату не загрязняли. То есть это сажа летит вот с печи? Да, да, да. Открываю печку. Ой, вот сюда угол. Ой, ужас. Даже о переезде думали. Может, в Абакан куда-то переехать. Из-за этого? Ну, из-за сажи, да. Вот даже у маленького, у меня мальчика, да, ребенка, когда утром, ну, процедуру делает, там, носу вообще сажа бывает. Ну, он этим дышит. Вот взрослый даже так. У всех, ну, у всех почти. То есть он просто высмаркивается, а там черное, да? Да. Альтернативы пока нет. За моей спиной один из символов Кызыла – это обелиск, центр Азии. Якобы именно здесь находится географический центр всего азиатского региона. Автор скульптуры – знаменитый Дашин Амдаков. Ну, а вот здесь еще один символ Кызыла, уже нерукотворный. Это место слияния рек Большой и Малый Енисей. И вид здесь, ну, для красноярцев совершенно невероятный. Река-то замерзшая, Енисей здесь замерзает. И вот, смотрите, принято считать, что в Красноярске именно Енисея, по одной из версий, это причина нашего смога. Здесь нет этого пара. Более того, даже дует ветер, но черный дым над городом все равно стоит. Решением проблемы с сажей в Кызыле занимается Институт комплексного освоения природных ресурсов. За три десятка лет там разработали 13 технологий снижения выбросов. Но пока ни одна из них не используется. Это вот как раз полукокс из пиролизной установки, который, в принципе, может гореть без дыма. То есть вы разработали технологию, которая позволит делать уголь, который будет сгорать в обычной печи, полностью не создавая, ну, или там на 40% меньше сажи. Она когда была? Первая грамота там у нас, по-моему, 2007 год. Ну, почему прошло 14 лет? Это, скорее всего, наверное, не к нам вопрос. Почему, не знаю. А сколько будет стоить? Если мы вот будем делать так, как я говорил, что замещаем часть угля, то это будет выгодно. Это будет даже дешевле, чем сам уголь. Самым эффективным решением проблемы было бы отказаться от сжигания угля полностью, говорит Котельников. Но идею газификации республики всерьез мало кто воспринимает. Почему у вас здесь совсем фантастика провести газ природный? Да, очень просто. Один метр газа, газовой трубы стоит, по-моему, 4000 рублей. Один метр. Здесь 400 километров минимум, если не больше. Ну, вот, допустим, откуда-то везти. Даже вот если этот газ придет, скажем, в Минусинск, это 350 километров, вот помножьте на 4000, это сколько будет там? Даже метр, ну, в общем, где-то миллиарды. Миллиарды. Это очень большая сумма. Не знаю, если только дальше провести, вот там, Монголия, Китай, тогда да. Еще одна местная особенность. В Кызыле не вводится режим неблагоприятных метеоусловий. Вообще такого явления нет. Хотя мы в Красноярске, ну, следим постоянно за введением этого режима. Предприятия соответствующим образом себя ведут. Жителям рекомендуют на улицы не выходить. Более того, здесь даже не публикуют данные в открытых источниках, в интернете о загрязнении. Хотя по Кызылу есть три поста наблюдения за атмосферным воздухом. При этом здесь министр экологии Шалбан Хапуя является замом председателя правительства республики, то есть заместителем главы региона. И, казалось бы, внимание к вопросам экологии, ну, должно быть, особенное решаться. Они должны на самом высоком уровне. Проводятся работы мэрии города Кызыл о том, чтобы принципиально вопрос печного отопления решить. У них есть проект по созданию вот этих топливных брикетов. По этой же теме отрабатывает наш региональный институт. Но это же уже давно. Почему они до сих пор не делают? Ну, к сожалению, вот есть особенности регионов в части государственного частного партнерства. Мы предложили инвесторам, чтобы они поучаствовали в этом проекте. Там нужны дополнительные вложения для формирования вот этих производственных помещений. И на текущий час этот конкурс объявлен. Как только будет инвестор, я думаю, что этот проект он доработает. Здесь есть территориальные особенности. Как вы можете наблюдать, Кызыл, как столица, он находится в такой достаточно низменной поверхности. Это котловина, которая зажата с нескольких сторон горами. И вот именно по причине такого нерационального использования, это не наш вопрос, это было сделано до этого состава правительства, размещение, в том числе центральной вот этой генерирующей станции, которая находится на восточной части города Кызылов. И роза ветров, к сожалению, так расположена, что вот эти все выбросы, они накрывают город. Ну и котловина, она очень плохо проветривается, так бытовым языком говоря, да. И если есть определенные какие-то ветровые нагрузки, то у нас атмосфера достаточно чистая. Вот когда спокойно, как сегодня снег идет, это падает все сюда. А если ветер есть, у нас тут и солнышко зачастую зимой. Добрались мы до единственной кызыльской ТЭЦ. У меня в руках датчик, который использует красноярская независимая сеть мониторинга воздуха, красноярское небо. Вот такие датчики они используют. На набережной, где мы были, по взвешенным частицам был показатель в районе 70 единиц. Это хороший показатель. Там действительно дул ветер и, в общем-то, дышалось легко. Здесь, что он показывает под трубами ТЭЦ, 100, вот сейчас 140, поднимается до 170 единиц по взвешенным частицам. Каждый год всегда говорят об этой проблеме везде. Потому что это как бы... Чуть-чуть выйдешь из города, там сразу небо хотя бы видно. Сейчас просто пару дней ветра были, более-менее небо стало. А так обычно, прям, когда сильно холодно на улице, минус 40, минус 30, там... В это время неба вообще нету. Вот, например, мы уезжаем, да, за саянами где-то куда-то там отдыхать. Потом, когда вот приближаемся, вот козыл весь, вся сажит. Вообще ужас. На огороде, в горе, там, зимой даже прогуляться с детьми невозможно там сажать. До 2018 года в городе в воздухе, вот, зимой было 144 ПДК бензопирена. ПДК – это предельно допустимая концентрация. ПДК – это, представляете, превышает норму в 144 раза. И вот четко вот так вот, значит, повышение бензопирена. И тут же параллельно это, вот это вот прямая по увеличению онкологических заболеваний. Прошло уже два дня, как я вернулся из Кызыла в Красноярск. И сегодня здесь светит солнце, и дует ветер. Но мы-то знаем, что черное небо никуда не делось, как и проблемы экологии. И вот чем пример Кызыла для нас показателен. Там нет такого количества автомобилей, нет заводов, нет парящего Енисея. А черное небо из-за жуткой угольной сажи есть. И решить проблему можно. Но то ли от того, что нет денег, от бедности, то ли потому, что все привыкли и других забот хватает. Местные власти до сих пор не сделали вообще ничего. Одни планы и проекты. Ну и, конечно, газификация, она бы в один момент могла сделать так, что и жители города, и гости могли, наконец, прямо из центра любоваться прекрасными местными сопками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...